Привет, друзья! Привет! Будет очень интересно, потому что это в каждом из вас есть. Только я сейчас расскажу и покажу, как к этому подойти осознанно, чтобы извлечь из этого максимальную пользу. Я вам перечислю сначала некоторые признаки особого состояния, а вы мне скажете, уловили вы, о чём идёт речь или нет. А потом я скажу, как этим пользоваться. Значит, я вам сейчас целый списочек такой, чтобы вам легче было сориентироваться. Вот открою, я специально себе их выделял, эти признаки формулировал в течение нескольких лет. Потому что трудно осознать, чтобы выразить словами. Но в этом-то и преимущество писателя, например, или учёного, что он определяет понятия, долго об этом думает. Но на это уходят годы. Итак, это состояние особое, оно обладает ощущением одновременного внимания в реальном времени и в вечном времени. Там нет страхов и шаблонов. Там есть состояние бесконечности. Там свободный поток ассоциаций происходит. В русле темы. Объём внимания в этом состоянии такой, что разом вмещается всё. Ну-ка, ну-ка, на что это похоже? Так, разом вмещается всё. Вот в обычном состоянии я думаю то об одном, то о другом. А там разом, там это такое особое состояние. Разом вмещается всё. И не мешает друг другу, а помогает друг другу. Так. И там ощущение безусловной защищённости. Безусловной защищённости. Там даже мысли нету, что может быть иначе. То есть, ты даже об этом не думаешь. Там нет никаких угроз, рисков, страхов. Там нет шаблонов и стереотипов. Там нет сомнения в решаемости задачи. Вот ты о чём думаешь? У тебя даже мысли нету, что такого сомнения никаких нет. Потому что у меня нет эмоций. Итак, я вам приведу пример. Я, значит, не умел, естественно, рисовать, потому что я... Ну, какой я художник? Вот друг мой Юра Августович. У папы художник, мама художник. Я как-то рассказывал об этом. Но однажды я вот стоял, делал свои идеорефлекторные приёмы. Я воображал, что руки расходятся. И в какой-то момент я соединился с этим воображением. Ну, и они пошли вот так вот. Меня стало раскачивать. Потом я опустил руки. И стали они всплывать по моему желанию, как в невесомости. И в этот момент я замечтался, что рисовать буду. Так, ну, просто так, как гений великий. Как вот, ну, такое диво буду сотворять, что люди будут приходить и дивиться, какое диво я сотворил. Ну, и девчонки будут влюбляться и так далее. Понятно, все будут хлопать там и так далее. И вот самое интересное, что в этот момент, когда я это делал, у меня началось здесь автоколебание. И когда-то я стал мечтать об этом. А раньше в обычном состоянии, если бы я мечтал об этом, что я буду художником, у меня был блок. Ну, как, вот они художники, а я нет. Какой я художник? С чего бы это я художник? А тут вдруг я растворился в этом мечтании. Как бы соединился. То есть меня не стало, а стало сплошное вот это мечтание на фоне этих автоколебаний. И там как раз-таки я почувствовал вот эти признаки, что там нет никаких сомнений, и там вообще другое состояние такое. Вот когда я это вспоминаю, у меня даже такое ощущение, почему я забываю иногда вот это сделать. Надо вспомнить бесконечность, надо вспомнить безвремение, надо вспомнить вот это ощущение, когда ты сидишь, например, музыку слушаешь, или, например, сидишь, думаешь о любимом деле, о любимых людях. Ну, в какой-то момент ты выходишь на это состояние. И если ты вот сформулируешь задачу как мечту, и будешь делать эти видеорефлекторные приемы, ключа, а потом ты сядешь и будешь вот так выходить на волну, продолжая мечтать. И вот когда я среднестатистически проверял у сотни людей, как они это делают, они говорят, ой, а я мечтал, мечтал, и вдруг у меня слезы нахлынули, а кто-то говорит, а я спать захотел. Ну, правильно, значит, ты мечтаешь, это у тебя образ будущего, а на пути к этой исполнительности, этой мечте выскакивают у тебя балласт, какие-то нерешенные задачи, какие-то личные проблемы, какие-то психотравмы. И они в этот момент слезами разгружаются, очищая путь к исполнению мечты. Я хочу, чтобы вы алгоритм этот поняли. Чтобы мечта начала исполняться, есть там промежуточный этап у некоторых. Это слезы, это сонливость, надо это выполнять по ходу действия, выплакиваться, задремывать. Да, 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 это так, это такой алгоритм потрясающий, в мире нету. И вот вы выходите на состояние, когда вы начинаете ощущать, что ваша мечта, мечта, да, вы в ней растворяетесь, и вот там, где вы растворяете своей мечте, там же не может быть никаких страхов, комплексов, стереотипов, шаблонов мышления. Там же нет пределов, там и есть бесконечность, но она в русле темы мечты. Это то, что говорил Чиксен Михаил о потоке. У вас начинается поточное мышление. Но там, почему одновременно вы можете думать обо всём, это другое состояние. Потому что в обычном объёме мышления, в обычном объёме внимания вы можете думать то об этом, то об этом. А здесь вы можете думать обо всём сразу. И оно друг другу помогает, там синтез, а не разделение по частям, и нет антагонизма, там синергия. Ну, я думаю, вы узнали это состояние, оно бывает у нас, между сном и бодрствованием. Когда вы засыпаете или просыпаетесь, и когда нет ещё эмоций, и мысли плывут, как облака. А потом вдруг вспомнили что-то, вот надо там на экзамен идти, и вдруг включились. Вы выскочили из этого состояния, между сном и бодрствованием. А если там нет темы, мечты или размышлений, то вы просто находитесь в этой пустоте. Это нирвана. Таким образом, нирвана, а если вы задействованы на воображение мечты, да, это поток. И она исполняется. Я тогда вот Олену сказал, сыну своему, Олен, давай через год выставку сделаем. Он говорит, папа, мы же рисовать не умеем. И мы сделали выставку, и теперь я член Союза, и я член Союза. И всю жизнь рисуем, и получаем удовольствие. Но также можно решать любую задачу. Хочешь стать начальником, станешь начальником. Хочешь стать пожарником, станешь пожарным. Хочешь стать космонавтом, станешь космонавтом. Для этого просто надо раствориться в мечте. А для этого надо в момент автоколебания мечтать. Если ты в этот момент вначале не можешь, то ты продолжаешь переживать, о чем переживается. Разгружаться от того, что тебя грузило. И выходишь постепенно на состояние безмятежности, бесконечности, безвремения. На состояние, где нет авторитетов, шаблонов и всяких комплексов твоего эго нет. Там нет рефлексии. И ты там своими недостатками не мешаешь своему идеалу. И тогда он осуществляется. До встречи, друзья. Мы спасем человечество. Точно. До встречи.